Доброго здоровья! Это ответы на вопросы. Доброго времени суток, Руслан. Примерно в возрасте 15 лет меня кто-то начал душить во сне. Такое случалось с моими родными и знакомыми. В народе по-разному называют. А в медицине сонный паралич. Рекомендовали молиться, материться, ложиться на голодный желудок и все что угодно. Так продолжалась неделю. Я уже боялась засыпать. Пока в одну ночь во сне не пришли две тени из окна. Схватили меня и пытались унести. Я кричала, но никто не слышал меня. Итак, кто меня душил? Кто были эти тени? Иногда все еще просыпаюсь от того, что душит. Поддержите вопрос, с кем такое случалось? Почему так происходит? А еще, странно то, что я знаю, как живое существо, человек умирает. И что чувствует, когда перерезают горло? Не пойму, фантазия или где-то вычитала, откуда знаю. И этому человеку на стене же чуть позже ответил другой человек, которого комментарии я зачитаю. Вас душит домовой, значит он чем-то недоволен. Подружитесь с ним, покормите его и прочее. Меня не душил, и я даже не знала, есть ли он вообще в доме. Но однажды, по весне, когда муж так же, как и я, решил посыроедить, и мы перестали вообще готовить еду на плите, началось что-то странное. Каждый вечер ближе к ночи, в районе окна начинался треск, как будто обои отслаиваются от стены. Думаю, наверное, цветы на окне потрескивают. Распускаются бутоны. Хотя раньше этого не было. Первый раз треск был не очень сильный. Днем его вообще не было. На второй вечер он усилился. Притом, когда я подходил к окну посмотреть, что же все-таки трещит. Треск начинался у компьютера. Откуда я только что отошла? Трещала клавиатура. Сажусь за компьютер, трещит у окна. На третий вечер треск стал везде. И потолок, и стены, все трещало. На потолке тоже обои. И с каждым часом все сильнее. Я уже думал, что в любой момент обои с потолка просто рухнут. Хотя отслоений нигде не было. Прямо мистика какая-то. Пошла спать в другую комнату. Там началось то же самое. И даже хуже. Начался шорох везде. Даже по полу около кровати. Как будто мыши гоняются. Появилась мысль. А не домовой ли это? И говорю вслух. Успокойся. Я утром тебе почитаю. Что-нибудь для тебя сделаю. И все стихло. Утром прочитала, что они по весне просыпаются после зимней спячки голодные. А у нас дома никакой еды. Кроме фруктов. Пришлось сварить чуть-чуть кашки, налить водички и поставить угощение в укромном месте. Пригласил его поесть. Дала ему имя. Извинилась, что не сразу поняла в чем дело. А самой смешно. Думаю, с воздухом начала разговаривать. Муж тоже улыбался. А результат увидели в тот же вечер. Дома настала тишина. И все обои на месте. Ни разу ничего не треснуло. Теперь я ему только то пряник кусочек, то хлеб целожу. К фруктам тоже приучаю. Живем дружно, чего и вам желаем. Приятный рассказ и выход про домового. Но здесь вопрос был. Поэтому я зачитал. Потому что я думаю, вам полезно учиться налаживать отношения с домовыми, с любыми существами и сущностями, разумными и неразумными. Учиться находить общий язык или обмениваться чем-то, чем вкусно или приятно. Это все нам предстоит. Здесь один из примеров. Тогда попробуем по вопросам. Кто меня душил? Кто меня душил? Я вижу Кое-кого, который Который пытается снять с вас оковы У вас как панцирь, знаете? Как у рыцарей У немецких рыцарей были такие щиты Или даже бронежилеты, что ли? Рыцарские доспехи Которые закрывают ваше тело И я вижу Как пытается с вас снять эти доспехи Сейчас Да, сущности Какая-то толстенькая сущность, я вижу Или она так воспринимается? Но Вы к вам плотно прижаты И она как раз спускает свои руки или лапы Вот за этот Ну, в районе Туда запускает И Пытается снять с вас И тем самым Еще больше Дыхание перекрывает То есть попытка снять этот блок Это психологический блок Который выглядит как панцирь Вот Это вообще на животное похоже Ну, какое-то полуразумное, что ли А, так оно вас знает Вы его тоже знали Это какое-то из ваших бывших существ, родных Вот как домашнее животное Которое вас любит И вот пытается Вскрыть ваши астральные коконы Чтобы продолжить с вами общаться Но у вас Это связано со страхом И вот эти блокираторы Вы сопротивляетесь Вы думаете, что вас душит Да, наоборот Вас пытается снять лишнее Но вы еще больше прижимаете себя А к себе вот эти панцири Плюс И вам кажется, что вас душит Нет Пытается снять удушение Которое вы уже носите на себе В глухую защиту почти О Кто были эти тени Так Сейчас Пока в одну ночь ко мне не пришли Две тени из окна Схватили меня и пытались унести Я кричал, но никто не слышал меня А вот тени уже Существа поразумнее Так Тени Эти двое Опять же Ваши Они вас знают И давно Вы их тоже Знали Но в другом теле Они пытаются вас Вывести Вытащить Из этих панцирей На свет Божий Если говорить Традиционное Они хотели Вытащить вас Из ваших оков Они вообще Хотели вас Вывести в мир То есть Так Они хотели что-то показать вам Вообще похоже на Инопланетян Сейчас В общем Две души Разумные Которые хотели Открыть вам Ваш мир Ваш прежний мир Вы опять Закричали Вы оказали Сопротивление И Так Иногда Все еще Просыпаюсь От того Что Душат Периодически Они Вас Пытаются Как раз Открыть Видите Сколько раз Душат Душат Что все никак Не задушат Значит Может быть Не душат Подумайте Логически Даже Значит Что-то пытаются Другое сделать Наоборот Открыть Вскрыть Вас Проще говоря Вывести вас В ментал Хотя Это тоже Условное Название Поддержите Вопрос С кем Это случалось Почему Так Происходит А еще Странно Что я Знаю Как живое Существо Умирает И что Чувствуют Когда Ну значит Вы Помните Как вы Умирали Частично Что чувствуют Когда Перерезают Горло Значит Вы были Вы это Чувствовали Не пойму Фантазии Это Или где-то Вычитал Откуда Знаю Но если Чувствуется Значит Вы чувствовали Раньше Это как Значит У вас была Эмоциональная Реакция Тогда Которые отражаются В этой жизни Значит Вы от этого Умерли Вероятно Или Ну Точно Вы это Проиграли До этой жизни Скорее всего Или в параллели Хотя Это можно Выяснять На консультации Если вам Интересно Домовой Здесь Причем А То есть Тот Кто Вас Пытается Снять То есть Это Это Разные Существа И Того Кого Можно Принять Домового Хотя Домовые Мы их Просто Обобщаем Вот Домовых Домовыми Мы называем Кого только Называем То есть Разных Живых Существ Которые Живут У нас Дома Как Домашних Животных Прикормились Притерлись Пришли с нами Из прошлой Жизни Или Из параллельной Жизни То есть Оказались Что где-то Нашли Источник питания Около нас Например Еда Какая-то Или Остались От прежних Хозяев Там Домовыми Так вот Одно Из таких Существ И пыталась С вас Снять Панцирь Чтобы Начать С вами Общаться Чтобы Вы его Слышали И понимали То есть Это Вход В тонкий Мир Можно По-другому Тоже Назвать Или Вход Многомерности И Начало Входа Туда Да Можно И сказать Что это Домовой В общем Полуживотное Какое-то Существо Полуразумное Полуживотное Толстенькое Да С ними Можно Договариваться Например Говоря им Я чуть Позже Сама Попробую Хотя От их Помощи Я бы Не Отказывался Они Не Душат Вы Если Расслабитесь Когда вас Душат Позволите Всему Происходить Может У них Получится Отстегнуть От вас Эти Латы Если Вы Перестанете Сопротивляться Наконец Что-то Произойдет А не Бесконечное Повторение Что вас Душат И все Никак Не задушат Расслабьтесь Или Помогите Им Помогите Раскрыться Там Нет Ничего Страшного Вас Пытаются Вывести В многомерность Говоря Обобщенно Открыть Вам Либо Вдохновляет К этому Это обычно Более Высокоразвитые Сущности Если не Получается Тогда вас Выталкивают Или пытаются Высвободить Другие Сущности Которые Кажутся Более Животными Что-ли Более Примитивными Что-ли То есть Все на нас Работают Все нам Помогают Все взаимодействуют Или обмениваются Пытаются Это сделать А мы Своим страхом Много чего Блокируем Ой Много чего Большинство Людей Очень пугаются При виде При чувствовании Кого-то Непонятного Или чего-то Это школа Школа жизни Через которую Мы все Проходим И рано или поздно Через Сколько-то Жизни Начинает Позволять Происходящему Быть И тогда Открывается Что-то новое Я думаю Здесь остановиться Если у вас По этому вопросу Или по любым Другим Будут продолжаться Будут вопросы Вы можете Писать их На сене Вконтакте Под свежим Видео И при большом Количество голосов Есть вероятность Что я отвечу На этом все Пока До следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok